Всем привет, друзья! С вами профессор Гуглов. И сегодня расскажу вам о шести самых необычных голодовках. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам о нашем втором канале под названием Тип-Топ. Подписывайся и наслаждайся. Ссылка в описании. Мужчина начал голодовку, чтобы ему провели операцию по похудению. Провести голодовку ради операции по похудению? Как странно это бы не звучало, именно так поступил житель Новой Зеландии Джейсон Паттерсон. В настоящее время он весит 130 кг и нуждается в операции по удалению грыжи, за которую ему не придется платить ни цента. Все расходы на себя берет правительство страны. Однако перед операцией Джейсону нужно сбросить 50 кг. Поскольку ожирение не считается несчастным случаем, управляемая государством корпорация по компенсациям за увечья в результате несчастного случая не будет оплачивать процедуру желудочного шунтирования, и Джейсону придется делать это за свой счет. Однако он в корне не согласен с этим. Мужчина утверждает, что ожирение является побочным эффектом его лечения. Поэтому, чтобы привлечь внимание к тому, как корпорация играет жизнями людей, мужчина и организовал голодовку. Мужчина начал голодовку из-за спора о парковке. Проживающий в Юстоне Алекс Ниццини устал от того, что ему постоянно указывают, где ему можно, а где ему нельзя парковать машину в своем районе. Поэтому он принял решение начать голодовку перед зданием городской мэрии. Соседи мужчины говорят, что знаки «стоянка запрещена» были установлены в районе 10 лет назад, чтобы школьники не могли в нем парковаться. Однако Низини считает, что эти знаки указывают на некомпетентность и коррупцию в местном правительстве. Именно поэтому в 2014 году он начал голодовку, продолжавшуюся 10 дней. Во время акции протеста мужчина периодически взвешивался и рисовал свой вес на табличке, которую он держал в руках. Голодовка – это, пожалуй, самый экстремальный способ борьбы с правительством. «Он труден, но у меня нет выбора», – сказал он. Студент угрожает провести голодовку, если не отменят тестирование, не отображающее реальные знания. Нейл Маскотт, выпускник средней школы Хершия в Кенсильвании, посетил школьный совет графства Дерри в декабре 2013 года, чтобы объявить, что он организует голодовку, в которой примут участие все учащиеся, если его требования не будут удовлетворены. Затем юноша вручил совету письмо, озаглавленное «Декларация о ненасильственном сопротивлении», в котором он потребовал отменить тест Кристоуна и упразднить исполнительный совет школьного округа. Также в письме Маскотт заявил, что студенты тестируются поверхностно и что такое тестирование является тестированием, не отображающим реальные знания. Он сказал, что обязательные экзамены являются темной тиранией, которая удерживает детей в рабстве. На это члены школьного совета ответили, что они свяжутся с ним позже. Мужчина пообещал не есть до тех пор, пока Лейкерс не победит. Чарльз Баркли в 2014 году был так расстроен тем, как его любимый баскетбольный клуб Лейкерс начали сезон, что поклялся в эфире национального телевидения, что не будет есть, пока команда не выиграет. Лейкерс переживали череду поражений. Они проиграли пять игр, начиная с 1957 года. Это был самый худший результат. Поэтому Баркли пообещал в эфире передачи внутри NBA пить только воду с каенским перцем и лимоном, по крайней мере, до следующей игры. К счастью для него, Лейкерс вскоре победили, после чего форвард команды Эд Дэвис выложил следующий твит. Чарльз, жир трест, теперь ты можешь есть. Мормон не пил ничего, кроме воды с витаминами и таким образом протестует против однополых браков. Житель штата Юта Трестин Мичем всегда выступал против однополых браков и был очень огорчен решением государственного суди. По его мнению, оно противоречило конституции. Юта принял закон, запрещающий однополые браки, но федеральный окружной судья Роберт Шелби постановил, что этот закон нарушает права геев и лесбиянок. В знак протеста Мичем прекратил есть пищу и начал пить только витаминную воду. Его голодовка продолжалась 15 дней, пока Верховный суд не решил вынести официальное решение по этой проблеме. После этого заявления Мичем разрешил себе поесть йогурт и пообещал жене, что он больше никогда не будет заниматься голодовкой. Но вместо этого принес свою последнюю жертву, сказав, что он откажется от футбола, если постановление суди вступит в силу. Адвокат из Делавера был назван самым глупым в истории. В июне 2014 года адвокат Брайан Зульберти объявил голодовку на ступеньках Верховного суда США и потребовал 90 секунд эфирного времени. Цель его акции протеста заключалась в том, чтобы повысить осведомленность о людях, потерявших работу из-за того, что их аккаунты в социальных сетях содержали данные об их образе жизни, которые их работодатели нашли неприемлемым или аморальным. Зульберти не впервые выставляет себя через интернет дураком. Посмотрите на эти фотографии. Их он отправил в письме, в котором мужчина просил взять его на работу. Неудивительно, что они стали вирусными. Зульберти также утверждает, что он был уволен с должности тренера по теннису из-за комментариев относительно противника, которые он опубликовал в интернете. Голодовка Зульберти длилась 6 дней, пока из-за обезвоживания его не отвезли в больницу. Кто-то называл ее самой глупой голодовкой в истории, другие же хвалили Зульберти за смелую позицию в отношении конфиденциальности. А на этом у меня все. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте про наш второй канал под названием Тип Топ. Ссылка на этот канал есть в описании под этим видео. Проходите, наслаждайтесь, смотрите эти видео. Они тоже очень интересные. Ну а голос, конечно же, очень впечатляет. Следующее мое видео уже завтра. Не пропусти в это же время. Будь здоров. Продолжение следует...